Новый раунд споря между городской властью и силикатным заводом. Вкратце, новому городоначальнику Александру Сапошникову досталось непростое наследство от Олега Кузнецова, обостренная до предела ситуация в Антипехе. Город прежде хотел принять в дар на свой баланс котельную силикатного завода, предприятие коммерческого. Есть много вариантов решения, но прошлой администрации нужно было именно в дар. Завод банкротят несколько лет, но это огромная махина, хоть и с долгами, но с солидной имущественной базой. Купить недостроенный объект, новую котельную, которая возвышается, мы не можем. Мы можем, не можем. Ну давайте не будем людей обманывать тоже. Это наши с вами отношения, чтобы мы объясняли. А что скрывать от людей-то? Пусть знают все. Так а пусть знают. Вы говорите одно, я вам говорю другое. Мы сейчас перепалку с вами будем при людях. Зачем это надо? Незавершенный объект мы не можем купить. Ольга Вячеславовна, хватит врать-то. Хватит врать. Право, право сегодня, господина Скурыдина, рассмотреть заявление в течение пяти дней. Я пятый, пятый. Вы вы сейчас говорите, что нет права такого. Я-то не сказала. 165 закон прочитайте, там четко и ясно написано. Вам процитировать его? Вам процитировать его? Я процитирую, не для вас. Она меня не слышит. Потом наступила зима. Антипиха замерзла. Только Александр Усипов смог временно решить ситуацию. Значит, два дня мы проходили совещание у губернатора города. Ой, губернатора края, я говорился, конечно. Губернатора края Александра Михайловича Восипова. То есть, принято следующее решение. Значит, отключение отъявленного закона. Понятно, что оно не по-человеческой. Значит, сделано в рамках действующего законодательства. Значит, два года город предупреждался, мог определенно сделать движение, то есть, чтобы горячего отключения не было. Но, тем не менее, принято решение. Значит, до первого июля, то есть, первые полугодия, значит, должны решиться вопросы. Вот за это полугодие, в честь, значит, отключения не будет до первого июля. Сейчас ситуация прошлого года повторяется. Раунд за раундом. Снова власти города с одной стороны, силикатный завод с другой. Жители Антипехи в зрительном зале смотрят на ринг. Суд заказной явно. То, что там в суде какое решение будет. Вот эти товарищи знали еще числа третьего, четвертого, что будет вот так именно. Юристы их не сидели, кивали головой. Уже все, все знали. Ихние юристы составили решение. Прокурор только подписал. Второй прокурор встал и сказал. Первое, что, ну, вот если говорить по краю администрации, они просто хотят отжать завод. Значит, эту котельную не надо, вот эту возьмем, хотя это предлагалось. Дальше были решения построить, да, реконструировать котельную, которая по-каларски. Ну, поставьте еще три котла. ТГК заходи. Нет. Всегда есть варианты, которые можно обсудить. Сегодня город привез уголь к воротам завода. За кем остался новый раунд, пока непонятно. Андрей Михайлович, добрый день. Будьте добры, перезвоните, пожалуйста. Сапожников Вася Александр Михайлович беспокоит. Во исполнении решения суда должны, силикатный завод должен обеспечить подачу горячей воды. Мы должны обеспечить его углем. Сегодня мы, вот у нас попытка обеспечения его углем. Мы готовы осуществлять поставку 40 тонн на выходные и дальше по мере потребности. Ну, как вы видите, первая машина с 12 тоннами угля прибыла. Но, к сожалению, пройти на территорию завода, чтобы разгрузиться, мы не смогли. На завод уголь пока не пустили. В ближайшее время руководители города и завода встретятся без телекамер. На нейтральной территории все обсудят. Остается надеяться, что в этот раз обойдется без замерзающих жителей и прямого вмешательства губернатора. Вячеслав Башницкий, Владимир Николаев, ЗАПТВ.